Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зара Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Слово Божье поистине сверхъестественное. Когда мы смотрим в Писание, то мы видим, что есть важное откровение для нас, данное нам некоторыми очень необычными путями. Часто люди, не имеющие веры, не имеющие надлежащего понимания природы Писания, смотрят на что-то в нем и или игнорируют, или считают проблематичным в то время, как в реальности это Божье сверхъестественное послание нам. Что ж, возьмите свою Библию. Давайте начнем с места, на котором мы остановились на прошлой неделе. Надеюсь, вы знаете, что мы изучаем, только начали на прошлой неделе, Евангелие от Матфея. Мы пройдем все это Евангелие, главу за главой, стих за стихом, даже слово за словом. На прошлой неделе мы закончили 17 стихом, и там мы увидели что-то. Мы рассмотрели родословие Мессии, закончили и обратились к его рождению. На нем мы сделаем акцент сегодня. Но прежде чем разобраться с рождением, нам надо вспомнить, что сказано в 17 стихе, потому что там мы видим, что было 14 родов, поколений, и это очень важное число. 14 связано с двойным благословением. 7 это святость, но 14 связано с двойным благословением. И мы узнаем, что было буквально 14 поколений от Авраама до царя Давида. Затем еще 14 от царя Давида до Вавилонского плена. Но Писание также говорит, посмотрите вместе со мной 17 стих. Оно также говорит, я читаю вторую часть 17 стиха. И от переселения в Вавилон, то есть в Вавилонского плена, до Мессии 14 родов, поколений. Но как я сказал на прошлой неделе, если посчитаете, то получится 13. Это ошибка? Нет, не ошибка. Нам необходимо понимать нюанс Писания. Если у вас нет правильной перспективы, основанной на знании еврейской Библии, вы этого не поймете. На самом деле, большинство людей не считает и не понимает, что поколений только 13. В пророках мы видим, что акцент на следующем поколении, на следующем поколении. И это просто, чтобы подчеркнуть, что мы должны приготовить своих детей к приходу Мессии. Так что следующее поколение связано с появлением, с приходом Мессии. Ну а почему конкретно 13? Что ж, было 13 поколений до рождения Мессии. 13 – важное число, потому что говорит о Божьем народе, о 12 коленах Израилю. 12, и Бог 12 плюс 1 – 13. Это говорит о единстве Бога и Его народа. Вот для чего пришел Мессия. Вот почему Он был рожден. Вот что производит искупление, близость, единство через завет. Завет искупления между человеком и Богом. Вот почему конкретно 13 поколений. Но почему написано 14? Писание говорит, 14 поколений до кого? До Мессии. И этим подчеркивается, готовьтесь к Его возвращению. Он придет снова. Мы бы сказали следующее поколение, то есть при нашей жизни. Но надо готовить детей к этому. Так какое учение, что видят и знают так часто в еврейской общине в отношении этой концепции следующего поколения? Эта мысль донесена посредством 14 поколений от изгнания до Мессии. Переходим к 18 стиху. 18 стих. Рождество Мессии Ешуа было так по обручении матери его Мириам, то есть Марии, по обручении матери его Мириам с Йосифом. Но мы видим что-то. Прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве. Вот что буквально здесь сказано. И речь идет о зачатии. Оказалось, что она имеет в очреве от кого? От Духа Святого. Здесь нам надо сделать паузу. Этот термин очень важен. И, конечно, я говорю о Духе Святом. Дух Святой, он рассматривается как тот, кто связан с искуплением. Пророчески, есть взаимосвязь между искуплением и даянием Духа Святого. Мы видим это в Писании, которое каждый день читаем в синагоге. На утренней службе в течение недели, а в шаббат на дневной службе, читается 20 стих 59 главы Исаии. Там сказано, «И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, что значит, что он разберется с грехами Израиля». И связано это со вторым пришествием. Речь идет о том, как результат этого завета, который он утвердит, связан с даянием Духа его. Так что неудивительно, что Мессия, что он был зачат, «Мессия всегда был». И вот важная богословская истина. Никогда не было времени, когда Мессия не существовал, что значит, что он существовал всегда. Он вечный Божий Сын. Но тем не менее, когда он облегся в человеческую плоть и пришел в этот мир, оставив небеса, облегшись в плоть и кровь, мы видим, что он вошел в этот мир посредством того, что был зачат, был зачат в очреве Марии. И как здесь сказано, «от Духа Святого». Иосиф же был ее мужем. И он, посмотрите 19 стих, «будучи праведен». Это важный факт. Если мы обратим внимание на Евангелие от Луки и прочтем те же самые хроники о рождении Мессии, то видим каждого, кого использует Бог. Я хочу подчеркнуть это. Каждого, кого использует Бог, он называет праведным. Что это значит? Эти люди серьезно восприняли заповеди Божьи. Они применили заповеди, то есть Слово Божье, в качестве авторитета для своей жизни. И у них есть свидетельство об этом. И так сделал Йосиф, или Иосиф. Он, будучи праведен, тут сказано, «не желал сделать что-то». Не желал огласить ее. Кого? Мириам, свою жену. Поймите следующее. Я упомянул вам, что и мы прошли ранее в 18 стихе о том, что его мать, Мария, то есть мать Ешоа, была обручена с Иосифом. По еврейскому закону обручение или помолвка. Хотя муж и жена были обручены, они не сочетались, то есть не имели отношений и близости, пока не было сделано что-то. Мы видим, что в иудаизме существует два этапа брака. Первый этап — обручение, и с обручением пара становится законными мужем и женой. Однако же жить вместе они еще не могут. Не могут иметь отношений и близости, пока не пройдут второй этап, который происходит под Хупой, то есть брачным балдахином, после чего муж забирает свою жену, и они начинают жить вместе, то есть осуществляют брак. Здесь же Писание говорит нам, что Мириам и Иосиф были только обручены. Вот почему здесь сказано, что он не хотел отвергнуть ее. Этот термин означает развод. Тут сказано, что он не желал огласить ее, публично объявить, что она беременна. А они еще не были вместе. Значит, он мог отдать ее на побитие камнями. Писание говорит, что он не хотел подвергать ее публичному позору, унижать ее, не хотел, чтобы ее побили камнями. Итак, в этом месте Писания мы читаем, что он не желал этого делать. Почему? Читаем внимательно. Тут сказано, продолжаем. Хотел тайно отпустить ее, но когда он... Очень важное слово. Помыслил это. Это слово на языке Библии означает обдумывать что-то снова, снова и снова. Писание говорит нам, доносит до нас, что Йосеф любил Мириан. Также он знал, что она была богобоязненной женщиной. Йосеф не мог себе представить, чтобы она предала его или предала Бога, совершив прелюбодеяние. Тем не менее, она беременна, и другого объяснения нет. Значит, наверное, изменила. Но он думал, и думал, и думал об этой ситуации. Тут сказано, но когда он помыслил, это... Вот ангел Господень, не просто какой-то ангел, но ангел Господень во сне, буквально сказано, согласно сну. Но мы будем переводить «Во сне явился ему и сказал, Йосеф, заметьте это, сын Давида». Если мы упустили это ранее, нам напоминается о связи колена Иудина с семьей Давида. Итак, Йосеф, сын Давида. Говорит ангел, «Не бойся принять Мириам». Так буквально на греческом и сказано. «Мариам». «Мириам». Мы говорим «Марию», жену твою. «Не бойся принять ее». И вот это принятие «лехеха» связано со вторым этапом брака. Иначе говоря, не отказывайся от своих планов принятия, «Ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Так важно. Снова и снова здесь делается акцент в отношении Духа Святого. То, что должно было сказать читателю, совершенно ясно. Все это связано с искуплением. Каждый раз, когда есть упоминание о Духе Святом, каждый раз, когда о нем говорится в Писании, это дает нам искупить сильную перспективу для понимания этого места Писания. А вот что Матвей доносит до нас. Читаем дальше. 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Ешуа, ибо он спасет людей своих от грехов их». И вот снова речь о грехах. «Спасет людей своих от грехов их». Все это связано с искуплением. Но есть и еще нечто очень важное. Если вы смотрите эту передачу часто, то знаете, что я называю Иисуса Ешуа. Почему я делаю это? Поскольку я еврей, мне, конечно, ближе имя Ешуа. Я это говорил много раз. Тем не менее, я получаю немало имейлов, и которые не такие уж добрые по этому вопросу. И вот один человек, я уверен, что он хороший человек, что он руководствуется благочестивыми побуждениями, но его это обеспокоило, и он довольно-таки резко спрашивает, «Почему вы стыдитесь этого имени Иисус?» «Нет, я не стыжусь и без колебаний произношу имя Иисус». Также для меня не было бы проблемы, говоря по-испански, сказать «Хисус» или по-гречески «Иисус». Языки разные, и это имя произносится по-разному. Но мне нравится Ешуа. Почему? Обратите внимание, потому что тут сказано, что означает это имя. Понимаете, если вы спросите людей, что значит имя Иисус, большинство из них не знают. Но если вы спросите любого, говорящего на иврите, что значит Иешуа, он ответит, речь идет о спасении, спаситель. Вот почему Писание ясно говорит здесь, «И наречешь ему имя Иешуа или Иисус, ибо он спасает людей своих от грехов их». Я хочу что-то отметить здесь. В некоторых фракциях веры я не имею в виду ничего уничижительного, говоря фракции. Я говорю лишь о разных выражениях нашей веры. Люди используют термин «Яшуа» и делают акцент на «Я». Почему они это делают? Мы знаем, что в Писании есть сокращенная форма священного имени Бога «Я». Оно появляется нечасто, но в некоторых местах. Так что эти люди, чтобы подчеркнуть в желании сделать акцент на божественности Иешуа, во что верю и я, и Писание открывает нам, что он Сын Божий, имеет божественную природу, и они говорят «Яшуа». Но есть проблема не с посланием, не с их намерением, но дело в том, что «Яшуа» на еврите — это слово, созданное людьми. Чтобы так произносить его, и это неправильно, не соответствует тому, что говорит текст. Наречешь ему имя Иешуа. В тексте стоит греческое произношение, но важно произносить «Яшуа». Это, что имеет значение не «Яшуа», это вообще не иврит, а англицизм. Взяли еврейское слово «Я» и не «всё», а часть другого слова «Яшуа». Итак, еще раз хочу подчеркнуть, «И наречешь ему имя Иешуа, ибо он спасет». И это-то и значит имя Иешуа, людей своих от грехов их. Обратите внимание, здесь подчеркивается, что его цель это искупление. Он за нас решит проблему нашей греховности. Вот что такое искупление. Вот что он был помазан сделать. Далее, мы читаем в Писании, посмотрите, 22 стих, «А все это произошло». Я бы обвел слово «произошло». Еще раз посмотрите, 22 стих, «А все это произошло». А почему слово «произошло» так важно? На самом деле, мы не можем полностью передать его реальное значение, переведя на английский, и, насколько мне известно, на любой другой язык. Греческий язык уникален, и что говорит Писание? Что ж, это слово «гегонен», от греческого слова «геномэ», это значит «быть», «случиться», «иметь место». А время этого предложения совершенное. «И это говорит о том, что было в прошлом, истинно в настоящем, но и простирается в будущее, вероятно, на всю вечность. И вот, что Писание говорит здесь, используя это слово, и в моем греческом Новом Завете, я выделил его и отметил, поскольку оно очень значимо. Оно говорит нам вот о чем, и мы ведем речь о Мессии, о том, что Бог начал в прошлом, то есть искупление, осуществление спасения, Он начал его в прошлом, работает над ним в настоящее время, и это имеет вечные последствия. Такова красота греческого языка. Вы не сможете передать это на арамейском, не сможете на иврите или на английском, или на любом другом языке. Вот почему Новый Завет был написан на греческом. Снова посмотрите 22 стих. А все сие произошло да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит, вот Дева в очреве принято, что значит зачнет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Мы здесь видим пару разных вещей. Прежде всего, Матвей, как и обычно, цитирует Вспомните, я говорил, что Матвей постоянно показывает, что Ешуа есть исполнение пророков, того, что они открыли, того, чему они учили, что предсказывали. Ешуа исполнение всего этого. Второе, мы видим что-то еще, слово Дева. Печально, когда люди говорят, о, это слово. Я часто спрашиваю, вы так много знаете об этом слове, что оно значит? Они не знают еврейского термина, а это слово Алма. Оно говорит, во-первых, и прежде всего, о праведной женщине, о женщине незамужней. Если она незамужен и праведна, то она будет Девой. Но это не просто слово Дева, тогда это было бы Бетула, речь о той, о которой подтверждено, что она Дева. Это факт, а не предложение. И здесь, опять-таки, акцент на праведности. Мы можем взглянуть на древнееврейское слово Алма и многое узнать. Но когда мы смотрим Новый Завет, это греческое слово, очевидно, что это не просто молодая женщина, а девственница, никогда не знавшая мужчину. Изучая книгу Бытие, мы видим Ривку, Ревекку, о ней сказано Дева, Бетула, которой не познал муж. Что ж, если слово Бетула точно значит Дева, так зачем нам еще фраза о том, что ее не знал мужчина. Позже она названа Алма, и понятно, что она не знала мужчины. Это не записано. Почему? Подразумевается, что она праведная молодая женщина, а следовательно, не замужняя и никогда не бывшая с мужчиной. Вот что говорит Писание, еще раз, 23 стих. Вот Дева в очреве примет и родит сына и нарекут имя ему. Заметьте изменения. Эммануил. Еще одно еврейское имя, и оно значимо. Почему? Эммануил, Эммануэл, вот о чем оно говорит. Вот как оно переводится. Иммануэл. Им, значит сы. Ну, ну, нами. Эл, Бог. Иммануэл, с нами Бог. Это говорит о божественности Мессии. Я это говорил много раз и указывал на то, что имя Эммануэл искупительное для Мессии. Так что все это важно. Посмотрите 24 стих. Будучи поднят от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господин. Обратите внимание, что тут сказано, что он не просто поднялся от сна, но был поднят от сна. И есть нечто, что очень важно. Время и наклонение глагола показывают нам, что Бог действует. Все эти вещи осуществляются в жизни Иосифа источником и активируются тем фактом, что он слушался Бога. Когда мы послушны Богу, то можем ожидать, что он будет действовать в нашей жизни. Так говорит нам греческий текст. Итак, будучи поднят от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господин и принял жену свою. Опять-таки, с точки зрения закона, они были в браке. Он принял жену свою, но заметьте что, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца. Не знал ее. Что это значит? Это просто значит, что у них не было отношений и близости. этого аспекта брачных отношений у них не было, пока не родился Ешо. Это важно, что Мириам не осталась действенницей на всю жизнь, но была ее, пока не родился Ешо. Очень важно, чтобы мы видели это. и не знал ее, как наконец она родила своего первенца. Обратите внимание на термин первенец, он очень значим. Первенец, это связано с продолжением дела отца. Мы знаем, что первенец получал двойную долю наследства. Так что, надо сказать две или три вещи. прежде всего, первенец получал большее наследство, но акцент на том, что он наследник. Он получает принадлежащее отцу, он становится на место отца, чтобы продолжить его дело. Что за дело? Обетование завета. Так что, Писание учит нас, что Мессия продолжит и ключевой момент осуществит дело своего отца. Он будет совершителем искупления. А вот почему мы, к примеру, видим в седьмой главе книги Даниила и опять-таки, где-то год назад мы изучали, как однажды Мессия, мы видим это пророчество, в седьмой главе книги Даниила, как он приходит к отцу и наследует все, все люди, народы, языки, племена будут поклоняться ему, и он примет честь и примет славу. Почему? Потому что он вступил в дело его отца. И это подразумевает термин первенец. Смотрите снова. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя. И это выделяется. Если вы посмотрите, это имеет место изменения в большинстве греческих новых заветов. Обычно, в большинстве случаев все написано маленькими буквами, но тут мы видим, что термин Иисус или Ешуа написан заглавными буквами. И что подчеркивает это? Это подчеркивает для читателя его цель, то, что он был послан в этот мир для одной цели. Что за цель? Быть спасителем. И далее он единственный спаситель. Никому иному под небом не была дана эта задача. Божественный Сын Божий, Который есть Искупитель, никто иной, как Иешуа. И потому, если вы не знаете его, если не приняли его в свою жизнь, если у вас нет отношений завета с Богом, а что это за отношения завета с Богом? Новый завет. Я так часто говорил, что термин новый связан с царством. Только через Иешуа, Иисуса из Назарета, у человека может быть надежда царства. Только так он может войти в новый завет, в завет царства, посредством которого мы имеем спасение, прощение грехов. мы подходим к концу первой главы. Так много было сказано Матфеем в этой первой главе о том, кто есть Мессия, что он Сын Божий, что он Искупитель, и что у него одна главная цель. В первый раз он пришел в этот мир с целью осуществления искупления, то есть прощения грехов. Так позвольте мне задать вам очень важный вопрос. Вы пригласили его в свою жизнь? Вы сказали, да, я грешник, и да, я верю в тебя, Яшуа. Вы верите в то, что он умер на том древе? Его кровь была пролита для того, чтобы искупление было достигнуто. Ведь без пролития крови не бывает прощения. Все, что вам надо сделать, это признать, что вы грешник, уверовать в Яшуа, пригласить его в свою жизнь, чтобы он был вашим господом, веря в то, что он умер на том древе, но Бог в третий день воскресил его из мертвых. Если вы помолитесь этой молитвой искренне, Бог спасет вас на всю вечность, и у вас будет надежда царства, и ничто, ничто и никогда не изменит этого. Какое чудесное послание. И на этом мы закончим. До встречи. Шалом. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.